Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В 21 веке, когда миром заправляют технологии, очень мало кто осмелится бросить большой город и начать спокойную, но кропотливую жизнь в деревне. Но иногда решения за нас принимают обстоятельства, которые вынуждают нас идти на крайние меры. Не имея достаточно денег, для квартиры в городе молодая семья решилась на отважный шаг. Купила небольшой домик в деревушке за городом. Молодым супругам всегда хочется иметь свой дом или место, где им будет хорошо, с их правилами, уставами и без лишних, ненужных советов, где они могут учиться на своих ошибках, не прибегая к чужому мнению. У пары не всегда могут быть ресурсы для покупки или аренды квартиры, поэтому случаются истории, когда две разных семьи живут под одной крышей. Для множества из них это чуть ли не единственный шанс, с которым приходится просто смириться. Но всегда найдутся смельчаки, что пойдут на пролом против всех подножек судьбы. Но этот сценарий не удовлетворял Софи и Адама из Австрии. Семейный бюджет мог быть и лучше, но приходилось выходить из того, что имелось. Зная цены на квартиры в столице, а аренда жилья была нерентабельной, ребята решили не тратить время впустую и нашли небольшой домик в деревне и часть земли. Так они смогут сэкономить крупную сумму денег и жить на полную. Объявление долго не могло найти покупателей. У многих даже сложилось впечатление, что оно намеренно дождалось имена Адама и Софи. Было ли это знаком судьбы или обычное везение, никто не может сказать наверняка. Да и это не имеет особого значения, ведь пара без раздумий решила приобрести свою случайную находку. Дом был ветхий, но что можно было ожидать от дома, в котором никто не жил около 20 лет? Участок был заросший кустами, высокой травой и полевыми цветами, и обошелся он им относительно дешево. За такую цену все незначительные неудобства теряли всякое значение. Забрав с собой дочь и сына, кота и двух собак, Софи и Адам пустились в размеренную деревенскую жизнь. Она быстренько поставила им свои условия и очень много работы. Сначала им предстояло немало дел – расчистить дом от мусора, привести в порядок землю для сада и сделать ремонт в доме для жизни и души. Что может быть лучше, чем собственное гнездышко, которое живет по своим правилам? Дом площадью 50 квадратов был построен еще в 20 веке, и последние 20 лет в нем уже никто не жил. Несмотря на разруху, он сумел сберечь былой шарм и некую загадочность прошлого века. В то же время его старинный вид завораживал любой взор. Восточная стена была совсем разрушенной, и с помощью знакомых каменщиков Адам ее разобрал, и они начали строить новую. На этом они не стали заканчивать, за ней последовала переделка чердака и крыши. Они ведь тоже уже звали на помощь. Позже, когда облицовка была окончена, пара провела в дом электричество, канализацию и даже интернет. Вода и еда были из колодца и огорода соответственно. Из ветхой глиняной хибары получился крепкий, надежный кирпичный дом, который разрисовала Софи красками в национальных мотивах. Мебель, решили оставить аутентичной и отдали ее на реставрацию местному мастеру. Умелые руки Адама отреставрировали глиняную печь, лишь немного ее модернизируя под требования современного мира. Обустройство дома, согласно собственному замыслу, дело не такое уж простое и тем более не быстрое. Маленькими, но уверенными шагами пара через год пришла к своему идеальному семейному очагу. Полная реставрация дома и будущего сада происходила с помощью друзей, знакомых и даже местных жителей. Им всем понравились новые жители, благодаря их рвению к новым знакомствам. Благодаря своим правилам и собственным стенам, пара в новом доме стала родителями уже в третий раз. На месте заросшей территории Софи и Адам разбили чудесный сад, небольшой огород и цветник, где были высажены любимые цветы жены. В скором времени супруги завели кур и другую живность, уверяя, что жить на природе и с продуктами, которые они сами выращивают, куда лучше, чем жить в душной и тесной столице. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.